Гоголевские страсти Весенний ураган, который пронесся над Бийском в конце марта, не только немало дров и старых тополей наломал, но и по крышам многоэтажных домов прогулялся. Да так, что утром лоскуты рубероида собственники жилья собирали под окнами. Вчера ночью, где-то часов, наверное, в 11, страшный грохот. Естественно, мы уже боимся этих ветров. Выскочили на улицу и видели, что с пятого этажа до середины третьего просто эта крыша как одеялом накрыла людей. И висела. Висела до следующего порыва ветра. В МЧС звонили, пытались как-то привлечь. Ну это страшно просто, страшный грохот. Потом все это упало. Вот ждали утро, чтобы что-то решать. Но в итоге, как обычно, стена непонимания. Сигнал нам поступил 30 марта. То есть нам позвонила аварийная служба. Это был звонок примерно в районе 23 часов. Позвонила аварийная служба, сказали, что сорвало крышу в результате порывистого сильного ветра. Утром на следующий день, то есть 31 марта, наши слесаря, строители сразу поднялись на крышу, посмотрели, обследовали. Крышу, которую на этом доме капитально отремонтировали по федеральной программе еще в 2010 году, ветром уносит уже третий раз. Первый раз ЧП произошло в 2015. Снесло по счету третий раз кровлю на доме. Это остатки кровли, которые были положены по федеральной программе в 2009 году. Крыша эта пролежала всего 5 лет. Прошло немного времени. 2015-й стал настоящим испытанием для этого дома. Он остался без крыши как раз в то время, когда проходила процедура смены одной управляющей компании на другую. Но тогда с бедой справились общими силами. Собственники жилья провели целевой сбор и на месте сорванного рубероида было уложено 480 квадратных метров нового в два слоя на сумму 122 тысячи рублей. Слетевшую крышу сделали. Остатки крыши, которые стали слежать, они, видать, по всей видимости, ее не проверили, ее состояние. Ну и, значит, даже, наверное, как сказать, ну, в общем, не хотели ее делать. И вот она начала разрушаться прямо с 16-го года, 9 декабря 16-го года, слетела первая крыша, первая часть крыши, которая сейчас находится, он лежит под снегом. В декабре вот голубой балкон слетело огромное, как одеяло, очень большого размера. Вот оно как раз и лежит под снегом. Занесенные снегом, разодранные ветром лоскутые кровли перезимовали под окнами дома. Убрать помешали снегопады. Этот дом расположен так, что ветра почти всегда задувают с торцов зданий. Жители в межсезонье каждый день читают прогнозы погоды. Нет ли штормового предупреждения? Ждали ветра и 30-го марта, но таких последствий, естественно, никто не ожидал. Крыша оголилась на 170 квадратных метрах. Пострадал участок, который был уложен в 2010-м году. Как нам сообщили в управляющей компании, чтобы уложить два слоя рубероида, необходимо 50 тысяч рублей. Это работа вместе с материалом. То есть мы работаем без сметных прибыли, без всех коэффициентов, которые по сметам идут. То есть у нас чисто работа и материал. В целом получается порядка 50 тысяч. Это 170 квадратов, два слоя, 340 квадратов примерно за 50 тысяч сделаем. С директором управляющей компании мы встретились через несколько дней после ЧП. А наутро после происшествия инициативная группа жильцов жаловалась на то, что управляющая компания не выдала им ключ, чтобы они могли выйти на крышу и лично оценить масштабы бедствия. Претензии по этому поводу выслушал и слесарь, который убирал придомовую территорию от клочков рубероида. Состояние собственников жилья понять можно. Дом на треть остался без крыши в канун весенних дождей. Только-только в квартирах в очередной раз ремонты сделали. Мы спустились в начале 10-го, я с фотоаппаратом, чтобы сфотографировать. Он уже активно работал. Причем он активно позировал, когда я фотографировала. Он не скрывался, что он все будет сейчас быстренько убирать. А из администрации, из управляющей компании кого-то, я никого не увидела лично. Ключ нам сегодня управляющая компания давать отказалась, хотя он был у сантехника, которого отправили сюда, быстро-срочно убрать весь мусор. И поэтому сейчас дом стоит. Сказали, вообще-то я так понимаю, что голая крыша, даже при первых дождях, это будет большое неприятное явление дождевое в квартирах жильцов, которые только недавно сделали ремонт. Значит, ключи у нас попросили домком с инициативной группой. Это было у нас с вами 31-го числа. 31-го числа, вы как помните, наверное, был еще ветер сильный и порывистый, в результате чего нам было отказано жильцам в связи с техникой безопасности, в связи с опасными погодными условиями, когда буквально на улице, если мы шли, нас ветром носило машины, то что говорить про то, что если бы люди на крышу поднялись, не дай бог, ЧП, виноват кто? Виноват управляющая компания, виноват директор управляющей компании. Поэтому, я думаю, наш отказ был тактичен, вменяем и обоснован. Ветер кончился, на следующий день у нас выходные, то есть вот в понедельник, буквально вчера, жильцы попросили еще раз, вчера погода была хорошая, дали ключи, они поднялись. То есть домком сам не поднимался, но представители домового комитета, мужчины, которые понимают строительство, вообще понимают, в крыше, когда поднялись, посмотрели, обследовали, высказали свое мнение, мы сказали свои планы работ, посчитали объемы, как бы, ну, в целом, как бы, конструктив в разговоре получился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высказывать какие-то претензии подрядчику, наверное, сейчас уже поздно, да и некорректно, наверное, потому что и подрядчика самого нету, и той управляющей компании, которая обслуживала их в процессе того капитального ремонта, тоже нету. Поэтому теперь только своими силами, силами управляющей компаниями и силами жильцов данного дома мы делаем, как бы, не ища какие-то причины, да, а просто, ну, проблема случилась, мы ее устраняем, но устраняем ее так, чтобы подобного дефекта уже не было, чтобы те работы, которые мы производим, они уже не повторились при подобных погодных условиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существуют ли гарантийные сроки на кровельные работы? Если да, то в какие сроки можно предъявлять претензии исполнителям капремонта? Определение гарантии прав потребителей дает закон. Это добровольное заверение исполнителя работ о том, что товар или услуга, или их составные части в течение определенного срока сохранят свои качества, безопасность и исполнение. Вместе с гарантией исполнитель работ берет на себя дополнительные обязательства по отношению к потребителю, которые не предусмотрены в нормативных актах, в частности, в законе о защите прав потребителей. Как видно из определения, гарантией не будет считаться ни одно обязательство, которое дает потребителям меньше прав, чем соответствующие нормативные акты. Закон о защите прав потребителей дает право в течение двух лет с момента получения услуги подавать претензии на его недостатки. Для строительных работ срок подачи претензий увеличен до пяти лет, так что предлагаемая, например, годичная или двухлетняя гарантия на монтаж кровли – это явное нарушение закона. Гарантия дается письменно, в ней указывается, что у потребителя есть определенные права в соответствии с нормативными актами, и гарантия эти права не ограничивает. Если данная гарантия вышеупомянутым требованиям не соответствует, то это не влияет на годность гарантии как таковой, и потребитель имеет право требовать, чтобы гарантийные условия были исполнены. Продолжительность гарантийного срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки результата работ, устанавливается в договоре строительного подряда. При отсутствии в договоре строительного подряда указаний на гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчикам при условии, если они обнаружены в разумный срок, но в пределах пяти лет со дня передачи результата работы, и если иные сроки не установлены законом или обычаями делового оборота. Как видим, в данном случае предъявить претензии к исполнителю капитального ремонта два года назад было еще можно. Сегодня действительно поздно. С момента подписания акта приемки прошло уже семь лет. Теперь собственникам жилья придется ежегодно тратить средства лицевого счета на текущие ремонты кровли. Мы деньги эти собрали на крышу. Со всего дома собиралась крыша. И, значит, когда они сделали половину этой крыши, вот этой, значит, то есть все люди платили. Сейчас они мне дали опять ответ по поводу вот этого клочка, который, значит, слетел, что якобы снова опять нужно собирать деньги на крышу. Опять с людьми. Вот у меня ответ есть по поводу того, что я писала ответ, чтобы они проверили состояние крыши, определили, значит, материальный ущерб и плюс, значит, утвердили график, когда будут ремонтировать эту крышу. Крыша – это больное место. Протокол. На вашем доме производится капитальный ремонт кровли, что необходимо знать собственникам жилья. Первое. Некоторые скрытые дефекты, вызванные применением неподходящих материалов или нарушением техники их монтажа, действительно могут проявиться лишь по прошествии одного-двух сезонов. В этом случае должны вступить в силу гарантийные обязательства компании, выполнявшей кровельные работы. Второе. Гарантийные обязательства обязательно должны быть прописаны в договоре на производство ремонтных работ. Третье. Помимо закона о защите прав потребителей, взаимоотношение поставщика материалов и услуг и их потребителя регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Четвертое. Долгая и успешная эксплуатация кровли возможна только при условии грамотного постгарантийного сервисного ухода за ней. Так что даже свеженькая крыша еще не раз потребует пристального хозяйского внимания. Далее в программе. Как собственники жилья и предприниматели из-за печки поссорились. Гогольские страсти по-бийски. Директоры управляющей компании, в прокуратуру, в Главное управление МЧС, Роспотребнадзор, службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Региональное министерство природных ресурсов и нормирования. Это далеко не полный перечень организаций, в которые за последние три месяца обращались жители дома номер 11 по улице Валю Максимовой. В письмах просьба о проведении проверок по поводу законности установки печи в здании, примыкающем к жилому дому. У нас проблема с этой трубой. Как они топят, и все идет к нам в окна. Не открыть, не проветрить. Люди задыхаются. У нас уже с Нового года в таком посадном положении. У нас 19 инвалидов, 53 ребенка, и мы все заложники вот этой ситуации. Пристройка к дому. Они пользовались нашим отоплением, нашим светом, нашей водой. Мы это все пресекли, опечатали, убрали их от нас. Они что придумали? Они поставили печное отопление и топят. И весь дым к нам, окно вот проветрить в помещении вообще невозможно, черный дым. Здание, собственники которого в декабре 16-го года перешли на печное отопление, построено в 1992 году. Все коммуникации, в том числе трубы центрального отопления, проходили по подвалу многоэтажки. Когда собственники жилья решили, что виновником больших УДН являются их соседи, они закрыли доступ к теплосетям. Тогда-то и появилась на этой крыше труба. Копоти нет, а вот запах вот этот идет. Но мы, собственно, не испытывали еще вот эту копоть на ней. Они какими-то там отходами с фейбельной фабрики берут. А там же и все клеевые, и все вот эти прессованные материалы. Согласно протоколу лабораторных испытаний номер 62-19 от 16 марта 2017 года, представленному Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае по городу Бийску, качество атмосферного воздуха по содержанию диоксидов азота и серы взвешенным веществам оксида углерода в районе дома номер 11 Павали Максимовой соответствует требованиям предельно допустимой концентрации. У собственников примыкающего одноэтажного здания своя версия развития событий. Говорят, что если бы вместо нашей съемочной группы увидели на пороге представителей из приемной президента, не удивились бы. От разговора на камеру отказались, сославшись на то, что устали оправдываться и доказывать, что их действия по сохранности своего имущества не носят преднамеренно злостный характер. А вот и источник конфликта – печной котел мощностью 20 киловатт для отопления площади до 150 квадратных метров. Такие, согласно сертификатам, устанавливают в частных домах. Отопливались электрокотел от котлов. У нас потекла крыша. После того, как они построили шатровую крышу на доме, она все оттуда складывается. И в результате у меня была парикмахерская. Мы там все закрыли. И чтобы каким-то образом спасти здание, отопить его, потому что не хватало тепла, поставили котел. Перезимовали, слава богу. Перехлебаем теперь. Перехлебаем. Потом пытались поставить там, как это называется, пушкой отопить и так далее. Ну, это нереально. Это нереально было. Чтобы сохранить каким-то образом помещение. Собственникам печи пожарной инспекции выдано единственное предписание – нарастить трубу до уровня крыши многоэтажного здания. Сделать это, согласно документу, надо будет после окончания отопительного сезона до 1 октября. Правда, в процессе исполнения этого предписания конфликт между жильцами дома номер 11 и владельцами здания может разгореться с новой силой. Ведь для закрепления трубы высотой с пятиэтажный дом потребуются укрепительные растяжки. Часть из них крепить, возможно, придется на стене все того же дома. На что, в свою очередь, потребуется разрешение общего собрания собственников жилья. А ведь сделать шаг навстречу мирным переговорам никогда не поздно. Пока же собственник злополучной печки нас заверила, что предписание нарастить трубу обязательно выполнит. И тогда даст свои комментарии по поводу данного конфликта. Протокол. В подобных конфликтах у каждой из спорящих сторон свои весомые аргументы. На предприятии, размещенном в примыкающем здании, постоянно работают 27 человек. Вот уже много лет стабильные рабочие места. Налоговое отчисление в казну города и края. В доме номер 11 проживают 245 человек. Рядом школа, детский сад. Если бы собственники жилья и предприниматели сели за стол мирных переговоров еще на стадии раздела подвальных теплосетей, может, и нашли бы компромиссное решение. Не было бы печной трубы в центре жилого микрорайона. Не было бы утомительной для обеих сторон переписки с инстанциями. Каждый новый день конфликт только обостряет. Ведь все понимают, топить здание придется еще как минимум несколько недель. Да и после октября вновь наступит зима. А при таком отношении соседей друг к другу обязательно найдется повод для новых взаимных претензий. Смотрите в следующем выпуске. Вода, которую нельзя пить. Которой нельзя умываться. Из-за которой ломается бытовая техника. Почему жителям новостройки не выдают на руки результаты экспертизы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова